В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Ирины Исаченко. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашей программе. Необычные медали, неожиданное награждение. Труд библиотекарей Кандалакши оценили коммунисты. Пока не рассчитаетесь с долгами, мусор убирать не будем. Руководитель перерабатывающей компании объявил о забастовке. В здании Кандалакшская ЦРБ снова заработает аптечный пункт. Кандалакшская перерабатывающая компания, начиная с 11 марта, намерена приостановить свою работу по вывозу мусора и бытовых отходов с контейнерных площадок города. Такое заявление сделал сегодня руководитель предприятия Сергей Макеев. Поводом для столь решительных действий со стороны КПК стало нежелание управляющих компаний своевременно и в полном объеме оплачивать услуги по вывозу мусора. В списке должников около 10 УК и ТСЖ все вместе они накопили перед Кандалакшской перерабатывающей компанией долг, размер которого уже перевалил за 3,5 миллиона рублей. Разослано предупреждение об остановке работы компании до полного погашения долгов. Мы на это пойдем, потому что уже предупреждать, рассылать письма, разговаривать это невозможно. Идут дальнейшие неплатежи. 11 числа мы останавливаемся. Это для сведения всех. Справедливости ради заметим. Взятые на себя обязательства Кандалакшская перерабатывающая компания выполняет в полном объеме. Жалоб от граждан в администрацию района практически не поступает. Вывоз мусора и уборка контейнерных площадок производится своевременно и четко. Правда, порой работникам обслуживающей организации приходится делать чужую работу. Да, мы в свою очередь обязались чистить подъезды контейнеров, накопителем. Мы это делаем. Но, извините меня, вдоль всего дома мы не собираемся чистить. 15-20 метров, да, мы почистим. Но, извините, когда надо 200 метров чистить, это что такое? Когда этот беспредел закончится и когда начнут чистить дворовые территории. Мы в день по 5-6 раз вытаскиваем машины. Нам приходится технику занимать. Это лишние затраты. Как справляются управляющие компании с обязанностями по уборке придомовых территорий? Тема отдельного разговора, и он не заставит себя долго ждать. Уже после праздников специалисты районной администрации намерены провести рейд по Кандалакшским дворам. В здании Кандалакшская ЦРБ снова будет работать аптечный пункт. О необходимости его открытия уже не раз говорили представители общественности. Руководство больницы просьбы пациентов не оставило без внимания. Аптека начнет функционировать в ближайшее время. Ремонт фойе центральной районы больницы завершен. Теперь первый этаж учреждения выглядит более эстетично. Кроме того, здесь совсем скоро откроется аптечный пункт. Помимо средств гигиены, перевязочных материалов, товаров для детей и лекарственных средств, которые реализуются без рецептов, в этой аптеке будет осуществляться выдача так называемых специальных или психотропных препаратов. Ранее жители Кандалакши могли получить их только в Мурманске или Кировске. Теперь, чтобы получить нужный сильнодействующий препарат, ехать никуда не нужно. Я признателен людям, которые после длительных переговоров взяли на себя, открыть этот пункт, поскольку он очень затратен финансово. Это целая система лицензирования для того, чтобы получить лицензию на пункт, где осуществляется отпуск на хаотические психотропные препараты. Но люди пошли нам навстречу, откроют этот пункт, и я думаю, населению будет очень удобным. По словам главврача ЦРБ, аптечный пункт откроется в ближайшее время. Первое время он будет работать в тестовом режиме с 11 до 19 часов. Затем, в случае необходимости и в зависимости от спроса, график пересмотрят. Памятные медали 200 лет Лермонтову вручили библиотекарям Кандалакши. Ничего странного в этом нет, ведь благодаря труду хранителей мудрости мы еще не забыли, как белеет парус одинокий в тумане море голубом. Необычной в этой церемонии выглядит награждающая сторона. Медали вручал руководитель местного отделения КПРФ от имени Центрального комитета партии. Причем не за выдающиеся заслуги перед партией, а за ежедневный кропотливый труд по сохранению культурных ценностей страны. Литературно-музыкальная композиция «Один меж небом и землей», подготовленная нашими библиотекарями, не осталась незамеченной. Она была посвящена творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова. 200-й юбилей великого поэта выпал на год культуры, который в нашей стране отмечали в прошлом году. Поэтому Центральный комитет КПРФ решил выпустить памятные медали. Для Светланы Демичевой и Елены Плинто стало полной неожиданностью то, что именно их кандидатуры коллеги выдвинули на награждение. Это настолько неожиданно, что у меня просто нет никаких слов, чтобы все это оценить. Я очень тронута, конечно. Мы хотели передать нашу любовь к Лермонтову. Михаилу Юрьевичу Лермонтову было отмерено 26 лет земной жизни. Он жил между нами, и мы его не знали. Его творения в наших руках, но столько в них непонятного для нас. Писал о Лермонтове Василий Розанов, русский литературный критик и публицист. Библиотекари Кандалакши пытаются приоткрыть завесу тайны великого поэта. И как приятно, что эти попытки не остаются незамеченными. Уже через три дня милые, добрые, улыбчивые и ласковые женщины будут принимать поздравления с Международным женским днем. Этот праздник острословы уже прозвали Днем мужской солидарности. Мол, крепитесь, мужики, нам бы день простоять, до ночи продержаться. Ведь по большой части представители сильной половины человечества не любители длительного шопинга. Утираются лбов в пот у витрин ювелирных и цветочных магазинов, выбирая подарки для своих родных и любимых. Попадают ли они при этом в точку? Знают ли они, чего хотят женщины? Ответ на этот вопрос наша съемочная группа попыталась найти в ходе перекрестного опроса. Что получить? Наверное, только цветы. Да, наверное, только цветы. Потому что остальное у меня все есть. Отдохнуть немножко. Ребенок капризный. Так что хочется отдыха немножко. Больше ничего такого. Много-много радости. Мужу сделала намек, хочу цветок в горшке. Не знаю, как он называется, но он знает какой. Сережки, сережку потеряла. Золотые, конечно. А что еще? Ну, а что еще? Просто, как говорится, чтобы помнили, хоть бы поздравили. Уж не до сережек. А что можно? Ну, с марта, конечно, получила бы путешествие какое-нибудь по Мурманской области. Внимание детей и мужа. Что, подарок? Самый лучший подарок – это внимание. Так-то все есть. Тихо. Золото. Да, 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 золото, правильно. С этой главной в первую очередь. Упил все, что уже полагается, конечно. Цветы там, всякое, равный чай. Еще что-нибудь там, конфеты. Я доверяю ей собой покупать. Что хочет, то покупает. Цветы обязательно. Ну и что-нибудь из золота. Да, я уже выбрал подарок сейчас как раз в ДОС магазина. Ну, уже что подарите? Браслет. Браслеты купил. Конечно, бы хотелось подарить яхту, мерседес, шубу норковую. Все это, конечно, вот это. Но пока мы на работе и платят нам, как бы, ну, не как президенту, там, например. То придется, например, по-минимальному, это букет цветов, коробка конфет. Ну, золотишко какое-нибудь. Это все новости на сегодня. По окончании нашей программы вас ждет рекламный блок и прогноз погоды. А я с вами на этом прощаюсь. Увидимся завтра в это же время. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова